Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы решили по заказу внука приготовить манты. Дело в том, что мы манты эти уже готовили, снимали. Все хозяйки знают, как эти манты снимать. Снимать, готовить. Но наши подписчики, несколько человек уже писали, как у вас тесто получается такое тоненькое. Покажите, пожалуйста, расскажите, пожалуйста. И поэтому мы решили сегодня вот рассказать. Хочу сказать, отметить, что в Корее мука очень качественная. И поэтому мы сюда яиц не кладем. Ни пельмени, когда пекли мы, яйца не клали. Потому что очень клейковина в этой муке, очень высокая клейковина. Но у вас, конечно, там другая мука. Мы сами должны почувствовать. Мы показываем, как мы делаем. Вот для того, чтобы тесто замесить, мне нужно... Вот здесь у меня, значит, мука, ну, 1200 граммов, так скажем. Я взяла... Вот посмотрите, мерная кружка у меня вот здесь, 550 миллилитров воды. Если я почувствую, что немножко крутоватое тесто получилось, я могу немножко добавить. Поэтому лучше сначала не долить, чем перелить потом. Вот мне сюда... Я хочу вот сюда я просто... Вот видите, это даже меньше, чем чайная ложка соли. Размешаю это всё. Вот. А в муку я добавлю растительное масло. Вот у меня вот такое растительное масло. Это вот... Рапс. Какое? Рапсовое. Да, рапсовое растительное масло. И сейчас просто сразу муку буду при помощи вот этой столовой ложки. Вот так. На это количество муки... Кило двести. Кило двести, я уже говорила, да. Я хочу налить 4 столовые ложки. Полные 4. Это 2, 3, 4. Ну, вот так. Я считаю, что этого достаточно. Всё. Теперь мы должны... Вот соль я уже размешала. И сюда я вылью воду. Вот так. Мы бы сегодня не снимали бы, если бы не было пожеланий наших подписчиков. Вот так. Замешиваем сначала, конечно, при помощи ложки, а потом подключим руки. Вот так. Всё. Соль вся размешалась. Вообще нету соли тут в кружке. Вот так. Получается 4 ингредиента. Мука, масло, соль и вода. Вода, да. Вода какая? Вода, ну, у меня очищенная вода. Холодная. Холодная. Просто холодная. Не кипяток. Да. В некоторые рецепты, конечно, хорошо кипяток наливать. Но я заметила, что когда кипяток наливаешь, тесто, конечно, вкусное, хорошее получается. Но во время лепки это тесто как бы жидковатое, что ли. Всё время оно... И даже когда на машинке я это тесто прокручиваю, всегда получается это тесто вот какое-то такое, ну, жидковатое, что ли. Да. Вот, поэтому вот я холодной водой замешиваю. Вот. Ну, вроде я вот всё, теперь я подключаю руки свои, и тогда руки мои... Почему вы свои бриллианты не снимаете? Не снимаю, потому что я никогда не снимаю. Они же все забились и уже раздражают ваших хейтеров. Нет, они пускай раздражают, я их вовремя почищу. Но вообще я уже отвечала на этот вопрос. Я всю жизнь работаю в этих... С маникюром? С маникюром. И никогда кольца не снимаю. Почему? Очень плохо. Потому что я знаю очень много случаев, когда часто снимают, потом надевают, снимают, надевают. Очень часто теряют. А у меня ничего страшного. Ну, подумаешь немножечко. Забьётся. Забьётся. Я почищу. Я знаю, как это делается, как это чистится. Как? Так. Есть специальные рецепты, как чистить золотые вещи. И как... У меня, кстати, вот там с той стороны вот этот вот бриллиантик, а с той стороны там есть отверстие, куда забиваются все пищевые эти. Ой, ужин. А сколько микробов твоих любимых? Зубочисткой, потом этими как... Средствами для обеззараживания. Ничего. Ничего страшного. Вот. В нужный момент, в нужное время бриллиант засверкает. Так я считаю. Но вообще, конечно, каждый день я не буду брать. Я не чищу. Когда уже почувствую, что... Так. Ну вот мне кажется, что консистенция нормальная. Она еще полежит. Да. Тем более мы не будем сегодня это руками раскатывать. А будет работать раскаточное тесто. Тесто-раскаточная машинка у меня будет работать. Она не любит. Она не любит жидкое тесто. Понимаете? Она... Ее к столу прикручивать. Присобачивать. Откуда такие слова? Ёшкин свет. В конце-то концу. Вот. Великий могучий русский язык. Вот вы помните, 1200 граммов было муки. Воды. 550 было воды. И посмотрите, ни одного яйца я не положила, а тесто. Консистенция очень хорошая получилась. Но это опять-таки, я не могу сказать, что это к любой муке подходит. Каждая хозяйка, она должна знать способности своей муки. Да сейчас уже, по-моему, у всех хорошее. Почему у всех хорошее? Нет. Клейковина разная. И есть вот, как это говорят, пшеница твердых сортов и средних сортов там, допустим, вот так говорят. Ну вот, я считаю, что очень... Я прямо вот сегодня угадала точно соотношение муки и жидкости. Иногда бывает, не всегда угадаешь, приходится доливать жидкость. А иногда бывает, уже перельешь жидкость. Вот это косяк. Ты же, мам, всё записываешь. Записываю, но всё равно иногда бывает... Вот, не знаю, почему так случается. Вот. Ну, скидку на возраст мне сделайте тоже. Сейчас мы вот, я соберу все вот эти крошки и дам тесту немножечко отдохнуть, как говорят. Они у тебя вон все высыпаются. Они у тебя вон все высыпаются. Да. Все прилипнут вот так. Отдохнет тесто. И, конечно же, я люблю свою машинку тесто раскаточную. Мы сегодня будем, кстати, хочу сказать, что мы сегодня не будем круглые делать эти лепешечки, а сделаем квадратные. Да. Из квадратных формочек тоже. Красиво. Заготовочек тоже лепят. Саманты. И получается неплохо. Вот. Друзья, вот тесто наше подмешано, замешано. Оно сейчас у нас отдыхает. Мы сейчас его накроем, пусть отдохнёт, дойдёт. Все крупиночки соберутся вместе. А тем временем я занимаюсь подготовкой фарша, начинки для мант. Вот, посмотрите, у меня вот здесь это готовый фарш. Ну, уже нам писали подписчики, и мы сами это прекрасно знаем, что манты намного вкуснее, получается, когда мясо нарезано маленькими кусочками, ну, цельными кусочками. Тогда, конечно, вкуснее. Мы это знаем. Потом, я точно знаю, что манты намного вкуснее, когда делают из баранины, ещё курдючный жир добавляют. Но мы здесь этого лишены. Во-первых, баранина не везде продаётся. Она продаётся, но не везде. И потом ещё хочу заметить, что баранина в Корее всё равно не такая вкусная, как в Казахстане. Вот вкуснее мяса, чем в Казахстане, конечно, нигде, наверное, нет. Вот. Теперь многие подписчики писали, не манты, а манты. Потом, значит, идёт полемика. Откуда это блюдо поймёт? Над корейскими манду смеются. Да, смеются, потому что в Корее это вот эти пельмешки вот такие. Они в всякой конфигурации, всякой лепки продаются. Я уже вам показывала. И в Корее они называются манду. Созвучно. Да, теперь оказывается, что издревле это блюдо пошло из Китая. И оттуда уже пошло на азиатские страны, ну и в Корею тоже пришло. И там в Корее оно называлось... В Китае. Ой, фу, в Китае оно называлось... Вот сейчас мне Кира подскажет, как оно называлось в Китае. Они пишут манты. Манты как-то вот такое вот. Манты, да, у них мягкий такой манты. Ну, и оттуда пошло. Уже каждый потом по-своему выговаривает, каждый придумывает. Так что, дорогие подписчики, давайте не будем спорить. Ваше это блюдо, наше это блюдо. Как оно правильно звучит. Да, и, например, в Татарстане, в Башкортостане тоже это блюдо любимым считается. У Бурят есть. У Бурятов, да, тоже это любимое блюдо. Написали подписчики из Бурятии. Вот, а оказывается, что это, в общем, родина, прародина. Это, оказывается, из Китая. В Википедии это всё написано. Да. Можно прочитать. И я сейчас чем занята? Я занята вот этим приготовлением. Ну, вот фарш готовый. Ну, зачем нам это париться? И свинины у нас тоже очень хорошие получается. Но мы берём так, сколько фарша, столько и лука. Понимаете? Сколько у нас сегодня? Вот здесь 700 граммов у нас фарша, а лука я отмерила 742 грамма даже получилось. Даже лука немножко больше. Но если я вот эти хвостики срежу, как раз получится 700. 700 на 700. Понимаете? Ну, так как у меня есть вот эта машинка, то я, конечно, буду её дёргать на машинке. Вот так. Это чересчур крупно. Но манты, конечно, любят, чтобы мясо крупнее. Крупнее. И лук тоже. Вот если раньше мы пельмени, например, мы сейчас пельмени уже делаем, лук нарезаем, крошим, чтобы прямо он был такой, прямо сок, чтобы он пустил. И получается вкусно. А вот манты всё-таки нужно, чтобы были вот эти вот кусочки лука. Итак, занимаясь, ну, многие уже знают эту мою машинку, начинаем дёргать. Вот до какого состояния я лук измельчила. Ну, мне это ничего не составляет, потому что машинка, она очень хорошая. Вот, сейчас я к фаршу добавлю. Ну, всё. Освобождаю тут место для ножа, чтобы ни одна крупинка лука сюда не попала. И добавлю следующую порцию лука. Посмотрите, как мы нарубили при помощи вот этой моей машинки лук. Вот он, видите? Вот. Как будто прямо нарезали. Вот так. Но если бы дольше дёргали вот эту машинку, то она, конечно, мельче бы нарубила. Предстоит мне сюда сейчас что? Вот, посмотрите, чёрный перец обязательно, конечно. Так. Я люблю лук чёрным перцем посыпать. Ещё лучше. Чуть-чуть. Всё, достаточно. Теперь солим. Соль. Вот. Эта соль очень солёная. Так. Я думаю, достаточно будет. И всё. Теперь нужно будет это всё дело перемешать. И тоже сначала ложкой будем перемешать. А потом подключаю руки. Ну, фарш уже растаял. Вот он. Вот он. Чё, не совсем, да? Да, чуть-чуть там ещё немножечко. Ну, ничего. В процессе размешивания я руками могу ещё. Вот, видите? Этот фарш. Я думаю, что сегодня, ну, удачно получится. Потому что равное количество у нас получается. Вот. Чего? Лука и мясо? Да, лука и фарша равное количество. Вот. Иногда, конечно же, мы кладём столько, сколько у нас есть. И обязательно прямо вот. Бывает, что не хватает немножко чего-то. Ну, ладно. Пойдёт и так. Конечно, это такой вариационный. Теперь я хочу надеть перчатку и месить. Да, у тебя уже рука грязная. Нет. Правая рука не грязная. Нормально. Конечно, руками я вот очень хорошо чувствую, где фарш уже весь разошёлся, а где ещё комочки. Вот, например, ком. Я должна его, вот, конечно же, разбить этот ком. Чтоб потом в манты не попал целый ком. Вот. Вот тоже. Так. Может быть, ещё перца добавить чёрного? Чё-то не очень. Мало. Не видно его. Вот сюда. Убери мамбук. Всё. Хватит. Хватит. Знаете, вот я когда мешу фарш, я стараюсь надевать резиновые перчатки. Потому что, когда фарш под ногти не забивается, мне это не очень приятно. Отстричь поэтому надо. Да, никогда в жизни не отстричу я. О, какой большой ком фарша. Вот он. Ну, короче, замесим, потом включимся. Тесто, вот, посмотрите мы. Заготовочка теста, вот такой пласт у нас. А для чего мы это сделали? Для того, чтобы, ну, максимально достичь одинакового размера. Сейчас я вот отсюда, вот так, где-то сантиметр, может быть, чуть больше отрезаю. Вот так. Будем делать постепенно. Вот так. Теперь нужно будет, конечно, это в муке обвалять. Вот таким образом. С одной, с другой стороны. И постараться это всё сначала раскатать. Так, так, так. И пропустим вот эту ленту раскатанную, чуть раскатанную, мы пропустим через вот эту раскаточную машинку. Сначала на седьмом режиме. Толщина регулируется вот этим режимом. Седьмой режим. Потом четвёртый режим. Вот так. Ну, надо не растягивать сильно тесто. А он рассетывается. И, наконец, включаем второй режим. Вот так. Я хочу чуть-чуть смазать ещё. Ой, посыпать, вернее, не смазать, а посыпать чуть-чуть. Вот так. Вот так. Хорошая лента получается. Теперь вот посмотрите, что я буду делать. Сейчас я вот так этот кончик уберу. Он мне не нужен. Вот так. Так. Вот такие квадратные получаются у нас заготовочки. Прямоугольные получаются. Квадратные. Надо квадратные. Ну, я стараюсь квадратные делать. Это прямоугольный мой. Потом некрасивая будет. Вот так. А этот край я вот подтяну. Всё. И начинаем мы лепить. Тесто вот оно заготовлено у нас. Да? Сейчас мы разложим. Ну, можно им не раскладывать. Можно, конечно, налепил, убрал. Потом следующее. Сюда, мне кажется, ещё надо чуть-чуть добавить. Так. Так. Ну, пока хватит. Теперь начинается у нас лепка. Вот таким образом. Раз. Два. Теперь вот так. Три. Четыре. Сюда. Так. Раз. Ой. Не слиплась. Мука помешала. Поэтому надо на липкую сторону. Ну, способ лепки манты вы тоже знаете. Их великое множество. Тоже. Ну, мы вот так вот лепим. Теперь. Складываем. Их. Их. Всё. Принимаемся за следующие заготовочки. Я хочу их, наверное, перевернуть всё-таки. На другую сторону. Та, которая отлежалась уже. Чтобы легче было залепливать. Вот так. Что-то мешает тебе машинка. Так. Что-то много тут. Мало. И последние две штучки налепим. Вот так. Нормально? Нормально, да? Вот так держи телефон. Вот здесь. С этой стороны. С этой вот так, да. Я буду лепить. Так. Моя дочь подключилась. У неё, конечно, ловко получается. Потому что у меня ногтей нет. Зря вы думаете. А ты со своей ногтей. Что моя дочь не умеет готовить. Она всё умеет прекрасно это всё делать. И лучше, чем мама. И лучше, чем мама. И критикует маму на каждом шагу. Видите, она как у меня долго. А она это всё быстро очень делает. Быстро, чисто и качественно. Ой, не хватайся, пожалуйста. Маленькие. Всё, получились. Наши манты готовы. Вот. Не готовы ещё. Налеплены. И вот второй этаж. Сейчас мы включаем водичку и будем их парить. Я думаю, где-то 35 минут вполне достаточно, потому что это фарш. Ну и, конечно, перед тем, как ставить парить, я бы хотела сделать небольшое объявление. Дело в том, что в субботу нас ждёт очень волнительный день. Ну, для меня, во всяком случае, волнительный день. Мы ждём в гости. Нас предупредили, что приедут к нам в гости наши подписчики. Вот. И не буду в подробностях вам говорить. Мы всё это потом снимем, выставим. Но мы их ждём. Вот. Подписчики нас увидели и позвонили нам, что хотят с нами встретиться, пообщаться, поговорить, как с бывшими казахстанскими жителями. Вот так. Ждите. А сейчас мы ставим парень нашей манты. Покажем вам, что у нас потом получилось. Друзья, наши манты готовы. Сейчас я... Нет, я, наверное, сначала открою. Вот так. Опля. Потом нам перемешиваем. Вот так. Покажем вам наши готовые манты. Ух-ху-ху-ху-ху. Вот они. Вот. Мне предстоит сейчас их смазать... А, крышку надо закрыть. Ой, запотело. Какой-то. Так. Чтобы они... Нет, они высыхали. Вечно тесто у нас почему-то высыхает. Но я думаю, что это не только наша проблема. Ну, вот как-то люди борются с этим. Кто-то водичкой смазывает, кто-то маслом растительным смазывает. Но мы вот маслицем смажем. Так. И будем обедать. Так. Пробу снимаем. Вот. Готовая одна. Ой. На блюдо у меня... На блюдо положила я. Вот как внутри выглядит сейчас мы. Угу. Ничего не выходит? Да. Ой. Плопнуло. Немножко, да, вытекло. Ну, я так думаю. Ммм. Очень вкусно. Ммм. У тебя дома есть. Ммм. Очень вкусно. Соль нормальная. Замечательная. Ну, всё. Не зря потрудились. Данил, садись. Нам приятного аппетита. Вам приятного просмотра. Пока-пока. Подписывайтесь. Пишите. Ставьте лайки. Продолжение следует...